Физкульт привет, друзья и ученики! Обычно я так начинаю все свои ролики, посвященные спорту, физической культуре, питанию, здоровому образу жизни. Все мои ролики носят исключительно полезный характер, связанный с этими темами. Сегодня впервые хочу снять ролик немножечко о другом. И связано это с моим предыдущим видео. Я очень рад, что большинство моих подписчиков являются думающими людьми. Но встречаются, конечно же, и имбецилы. По-другому я никак сказать не могу. Во-первых, о чем был мой предыдущий ролик. Мой ролик был о том, как тренироваться людям, которые придерживаются определенных вероисповеданий в определенной религии. И конкретно Рамадан. Как тренироваться в этот сложный период для этих людей. Некоторые люди посчитали, что данный ролик как-то их оскорбляет. Я совершенно не понимаю, как такое может быть. И причисляют меня к той или иной религии. Друзья, это смешно. Все, кто меня знает, знают, что я аполитичен и арелигиозен. Моя вера, это вера в великий дух, который в виде ветра гуляет по просторам прерий, лесов, скалистых гор, там, где не ступала нога белого человека. Да, я считаю, что настоящими людьми на этой планете были те люди, которые реально владели землями современной Америки, которые жили там с начала времен. Это были действительно свободные люди. Свободные от всех предрассудков. И, если вам интересно, вы можете почитать о них. Не то, что вы видели в боевиках или приключенческих книгах. Это совершенно другой народ. Народы. Они, кстати, были полностью под корен уничтожены. Геноцида равного этому нет и, наверное, уже не будет. Представьте себе, что всю территорию Европы, России, Азии просто уничтожить под корень. Вот, что произошло на территории Америки. Но это же не значит, что люди, которые сейчас здесь живут, плохие. И те из нас, кто делит сейчас людей на религиозные конфессии, на принадлежности к той или иной расе, по цвету кожи, по языку, на котором говорит тот или иной человек. На мой взгляд, это тупоголовые люди. Точно так же, как не бывает здорового национализма или фашизма. А патриотизм сейчас вообще слово, которое просто оскорбительно для здравомыслящего человека. Посмотрите, почитайте, что говорил Солженицын, что говорил Толстой о патриотизме. Современный патриотизм это просто булшип. Кто понимает, что это значит? Но о чем я хочу сказать? Каким образом может оскорблять или как-то влиять на подписчиков, не мусульман, скажем, моего канала, ролик о том, как тренироваться в Рамадан? Просто, друзья, если вам это не интересно, не смотрите. Многие меня обвинили в том, что я пытаюсь привлечь какую-то определенную аудиторию. Нет, друзья, я ведь всегда прошу вас писать мне в комментариях темы, которые вас интересуют. И тема о тренинге в Рамадан была последнее время самая актуальная. Больше всего вопросов приходило мне на эту тему. Естественно, я сделал ролик, но я повторяюсь, я не делюсь на религии и на расы. Мне кажется, это глупо. Но еще более глупо, будучи здравомыслящим человеком, обвинять кого-то в его мыслях, рассуждениях, в вере. Вообще, выбор человека – это его собственный выбор. И каждый имеет право жить так, как он хочет, как он чувствует. Молиться тем богам или тому богу, которого он считает истинным. Но на самом деле, если рассуждать, то высшая сила, создатель, скорее всего, один. И ему наверняка смешно смотреть на наши глупые предрассудки. Это все очень-очень тонкие материи, поэтому я их никогда не затрагиваю. И я рад, что большинство из вас, друзья, понимают это. Но сейчас большинство обвиняют мусульман в терроризме. Да нет у терроризма ни нации, ни религий. И грамотный человек это понимает. Самые большие террористы – это наше с вами правительство. Кто понимает, тоже понимает, о чем я говорю. И как когда-то царями в сказках были придуманы драконы для того, чтобы держать народ в страхе, в повиновении, легко им управлять. Точно сейчас также придуман терроризм. Те же ваххабиты. Нет такой религии или такой конфессии. Ваххабиты – это конкретная разработка английских спецслужб, которая была успешно внедрена. Подхвачена глупыми людьми, управляемыми людьми. И сейчас умело используется в нужных руках. К чему я призываю всех вас? Нужно быть, друзья, нетолерантными. Нужно просто иметь мозги в голове. Во-первых, никогда не оскорблять другого человека, если он другой нации, если он другого вероисповедания, если он говорит на другом языке, живет в другой стране. Поймите, мы, простые люди, везде одинаковые. Я был, жил в разных странах. У меня много друзей мусульман, много друзей христиан, много друзей религии, которых вообще вам неизвестны. И среди каждых наций и религий встречаются плохие люди. Верующий человек, истинно верующий человек, неважно во что он верит, в кого он верит, никогда не будет оскорблять и унижать другого человека. Кстати, кто более-менее знаком с историей религии, понимает, что мусульманство еще более миролюбивая религия, чем христианство. Нет в Коране указаний на то, что нужно кого-то уничтожать и убивать. Это все придумано людьми. Точно так же, как крестовые походы уничтожили столько людей на нашей планете, что вы даже представить себе не можете. И сколько людей погибло и было уничтожено во имя Христа, об этом даже не стоит говорить. И если вы считаете мусульман жестокими людьми, обратите свой взор еще на недавнюю историю. Когда мы, христиане, брали Иерусалим, вырезали полностью мусульман. Когда мусульмане возвращали Иерусалим себе, они не убивали ни одного человека. Это не я придумал эту историю. А вспомните крестовые походы, повторюсь. А какая религия и под прикрытием какого бога уничтожила как раз-таки настоящих жителей американских земель? Друзья, мой канал для здравомыслящих людей. И если ты думаешь, что человек, который говорит на другом языке, живет в другой стране, молится другому богу, как-то оскорбляет тебя, то, милости прошу, отписывайся и не смотри мои видео. Мне от этого будет только польза, потому что я мыслю так, что наши мысли определяют наше мироощущение, мировосприятие и как раз-таки тот мир, в котором мы живем, это отражение наших мыслей. Мне не нужен негатив. Друзья, прошу вас высказываться в комментариях под этим видео, под другими видео. Согласны вы со мной или не согласны? Каждый комментарий будет виден и можно будет его обсудить. Единственное, комментарии, намеренно, целенаправленно оскорбляющие других людей в нецензурной форме, будут, естественно, удаляться. Почему? Слушайте то, что я говорил выше. Я знаю очень много украинцев. Я знаю очень много русских. Я знаю хороших и плохих людей с той и с другой стороны. А сколько сейчас смешанных семей? Многие упрекают меня, кстати, из России вне патриотизма, что я предатель. Предатель чего, друзья? Я живу в Америке, да. Но меня предали мои русские друзья и татары, которые были среди них. И были там христиане, мусульмане и представитель одной индийской религии. Так что я должен теперь негативно относиться ко всем татарам, русским, христианам, мусульманам и представителям той индийской религии? Конечно нет, так поступил бы только глупый человек. Но как я могу быть не патриотом России, хотя я родился и рос и жил до 18 лет вообще в Молдавии? Нужно определяться с понятиями. Я очень уважаю всех своих подписчиков, адекватных подписчиков. Тех, кто согласен с моим мироощущением, мировосприятием, отношением к тренингу, к питанию. Но также уважительно отношусь и к тем, кто не согласен, кто высказывает свои мысли в комментариях. Я со всеми веду диалог, но с адекватными людьми, понимаете? И прошу вас быть адекватными. Не оскорбляйте друг друга. Вот сейчас я понимаю, почему Денис Борисов снимает тоже видео на различные темы. Но просто иногда такие высказывания, такие комментарии, что просто невозможно обойти это стороной. И поверьте мне, я уверен на 100%, что те негативные комментарии, которые оставили под видео для людей с советами для тех, кто тренируется в Рамадан, это не верующие люди и не представители христианства или чего-то еще. Но я уверен также на 100%, что когда я выпущу ролик, и если бы я выпустил первым ролик о том, как тренироваться в пост, ни один мусульманин не счел бы это оскорбительным для себя. И если вы, к примеру, действительно верующий христианин, объясните мне разумно или подписчикам моего канала, как, каким образом ролик для мусульман о том, как тренироваться в Рамадан, мог оскорбить вас или кого-либо еще. Если углубляться в философские вопросы и темы, то вообще верующий и неверующий на самом деле это одинаково верующие люди. Одни верят в то, что Создатель есть, другие верят в то, что Создателя нет. Ключевое слово верят. Понимаете? И то, и то вера. И религия вера, и атеизм тоже вера. Я верю в позитив. Я верю в то, что мир, который окружает вас, создаете вы сами. Я это не раз доказывал собственным примером. Для всех моих друзей и для себя лично. Кстати, недавно ездил играть за Америку против Канады. До этого я думал, что я умею играть в хоккей. И несмотря на то, что я позавчера выиграл кубок нашей местной флоридской любительской лиги, третий раз, кстати, там нас жестко отымели. Чемпионат был в Майами. Вот бейсболочка. Это ежегодный чемпионат. Я не буду говорить о том, что приехали команды, которые уже 10-15 лет играют вместе. Это бывшие профессионалы. Чтобы вы понимали, это был дивизион A+. А я играю максимум в дивизионе B. Но два или три раза меня приглашали здесь играть в A-дивизион. Очень отличаются скорости. Но зато после игр с профессионалами, играя в любительской лиге, чувствуешь себя, конечно, Богом. Я думал, что я очень быстрый и очень резкий. Но когда смотрю на свои движения в хоккее, и когда на мне форма там 30 килограмм, я вижу, насколько я мешок. Но тем не менее, я двигаюсь, я стараюсь. И остаюсь позитивным. Нужно уметь воспринимать все в жизни. И удачи, и поражения позитивно. Любое действие, если вы изначально позитивный человек, направлено только вам на пользу. Поймите, что истинные ваши желания, намерения, особенно если вы позитивный человек, создают определенный уровень энергии. А сейчас вы знаете, и физики, и квантовая механика все доказывает, что все, что есть, даже весь этот материальный мир, это скопление энергии. Просто энергии в разном ее состоянии, в разном виде. Так вот, ваши мысли создают особый энергетический поток, если хотите, который отражает жизнь как зеркало. Единственное отличие, что отражение замедленнее. Не так быстро вы видите это отражение. И естественно, жизнь подстраивает все под вас. Но когда вы негативно относитесь к какому-то событию, вы как бы создаете это негативное отражение в зеркале вашего мироощущения, мировосприятия. И мир вам с запозданием выдает этот негатив. Поймите, если вы чего-то хотите, то вы даже понятия не имеете, как к этому прийти. И не нужно жизни мешать прийти к тому, чего вы хотите. Естественно, не нужно сидеть на пятой точке, ничего не делать. Но нужно иметь четкое намерение не мешать своими негативными мыслями жизни делать, воплощать ваше намерение в жизнь. Потому что если нам кажется, что это событие негативное для нас, то на самом деле, и так оно есть, скорее всего, это единственный путь, который жизнь нашла для того, чтобы привести вас к вашему намерению, к тому, к чему вы стремитесь. Подытожим, друзья. Будьте позитивными. Мир всем нам. Все мы, люди всего земного шара, простые люди, хотим одного и того же. Жить спокойно, работать спокойно, чтобы наши дети жили в мире, в достатке. И поверьте мне, никто из нас не хочет воевать. Воевать хотят только дебилоиды. Вот пусть они и воюют. Всем удачи. Увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok